рассмотрим более подробно китайскую реплику на швейцарский нож на венгер там викторинокс кто как может называть сие чудо в общем поехали итак первое внешний вид начнем с того что пришел он уже поцарапанный здесь есть много мусора здесь есть уже такие кодки которые сожалению на пластике от литья остаются ну то есть не сильно хорошо это эстетически выглядит видно что пластмасс здесь дешевый ну в принципе чем мы хотели вот далее по внешнему виду видно что это не оригинал вот остатки литья на самой зуботычки но в принципе это все можно легко над доработать вот здесь вот такая вот жесть вот на самом пинцете если его можно так назвать ну то есть пинцет сделан вот это его сложил то есть у него вообще просвета никакого нет это просто две пластины криво соединенные друг с другом не факт что они вообще даже сварены вот пинцетом это назвать трудно далее темляка здесь не было это я уже прицепил в общем по внешнему виду вроде бы все это все дорабатывается шлифануть можно царапины конечно он собирает вообще на хавский по плану 1 нож ну сказать что он не режет это ничего не сказать он просто рвет берем нашу точилку я не знаю какая на самом деле это не ржавейка но в принципе алмазом и и грести очень даже легко царапины она тоже собирает но точить его одно разочарование из коробки он не то что не брил но даже не резал если смысл его на дощечке кожей загонять нисточек попробуем его порезать он начал немножко кромсать в принципе будем надеяться на то что наточить его можно будет далее проверим магнитится очень даже хорошо ну как бы обычная у нас магнитящаяся нержавейка скажем так нож по сравнению с венгером он похож на венгер своим строением но вот эта штука для того чтобы его достать на венгере она расположена в основном вот здесь сделано более аккуратно понятно что это копеечная вещь но здесь вот есть еще аббревиатура типа то что это сталь больше она ничего себе не несет не марки ничего но это принципе не удивительно далее сам нож вот нож у которого просто дико ходит клинок люфты очень большие в принципе если его сильно пошатать я думаю можно даже будет разломать так с таким инструментом как нож мы разобрались далее следующий инструмент у нас будет идти отвертка она тоньше отвертка philips она тоньше чем у оригинала у венгера что-то открутить ей ну я думаю это не то чтобы проблематично это вообще рискованно потому как сама отвертка очень липкого качества если ей можно будет что-то открутить то наверное первый и последний раз в жизни но тем не менее возьмем такую вещь как отвертку и просто попробуем открутить допустим часики для того чтобы поменять батарейку здесь она даже не цепляет то есть маленький она не цепляет чуть побольше винты я боюсь что я ее просто сверну там ну для сравнения возьмем какой-нибудь побольше допустим вот у нас винты тут побольше ну даже тоже не цепляет ладно хотелось бы на чем-то серьезно проверить но под рукой ничего более серьезного чем медленные саморезы нет два мебельных самореза таких ну в принципе что-то там пытается схватить ну прокручивается очень даже легко я сам желаю что и можно будет что-то выкрутить следующий инструмент у нас идет шива здесь два вида шила ну во первых она тупое абсолютно она больше декоративная может быть как бы поднебесной считалось что его хозяин ножа должен заточить сам ну как бы есть еще и второе шило для того чтобы ремонтировать там и не знаю обувь ли еще что-то прошить можно было нитку заправить ну никак как бы сюда пролезет но она тоже тупое абсолютно тупое штопор штопор я не пробовал но вроде бы как он здесь остренький возможно одну-две пробки он и выдержит но не более далее такой инструмент как пилочка для ногтей ну чистил к это понятно здесь она тупая на острое не нужно но пилочка как бы здесь выглядит следующим образом то есть если эта пилочка то извините меня но полностью не функциональная вещь следующий инструмент хотелось бы конечно попробовать открыть какую-то баночку бутылочку но я думаю с этим она справится он вроде бы как сильный здесь как отвертка ну толстоват ну принципе все подточить то можно будет что-то открутить для зачистки изоляции на проводах здесь ничего не предусмотрено далее открывалка открывалка похожая на венгер что не может не радовать вроде бы как она здесь типа остренькая с большим скосом ну то есть зацепиться можно будет я думаю что даже можно будет попробовать что-то открыть но сейчас под рукой ничего нет ну и она я думаю выдержит все-таки это испытание одну-две банки должна далее я испытывал на прочность такой инструмент как ножовка по дереву очень хороший пилел пластмасс справилась хорошо она ну как бы туповатая конечно но тем не менее за счет геометрии самих зубьев она очень даже ничего грызет пластмассу я думаю деревом она справится вот далее декоративная штука совершенно гладкая со всех сторон я не знаю медицинская пилка поправьте меня в комментариях ну по-моему и не сухожилия не перерезать вообще жабу замучить не получится ну то есть это вообще просто декоративный элемент ну и как бы подходим мы к ножницам ну ножницы во первых они проскакивают вот здесь они хлипковатые проскакивают пробовал я открывать ими пакет из-под молока ну жаб смешить честно говоря картон резать они не режут хотя в принципе с тем чтобы порезать бахрому на бумаге они справляются на урану тут как бы они кажутся такими более-менее адекватными хорошим инструментом скажем так но опять же нужно при привыкнуть вот этой спирали чтобы она не заскакивала это раз второе чтобы они вот так вот не раскрывались ну то есть они вообще делают полный оборот по своей весе придется эту штуку расклепку скорее всего со временем ну ножницы здесь ну можно назвать что они нормальные но они опять же они режут только по прямому если допустим нам надо будет вырезать что-то кругленькая там такое это уже жесть конечно с этим они не сильно хорошо справятся в общем и когда их уложишь обратно есть вероятность того что он зацепиться за соседние за соседние отделения и ляжет не туда ну ну пинцет это вообще как бы просто две пластинки мы его вставляем обратно и на долгое время забываем за него вообще то есть в обычном ноже венгере викторинок у нас эта штука очень даже может пригодиться ну зубочистка или для очистки ножа допустим шпажка кто как ее называет она обычная пластмасска не знаю может быть там от холода со временем она именно вернется но тем не менее пока вот как-то так рекомендовать к покупке данную вещь я не могу потому что работать им одно разочарование это глупая трата денег даже ребенка я бы не посоветовал его покупать так как у ребенка может быть отвращение к ножам данной категории сейчас попробуем сорвать совершенно новую у нас здесь пластмассовую накладку вот она здесь приклеена на двухсторонний скотч я так понимаю нет даже не на двухсторонний скотч она здесь приклеена на какой-то клей непонятный ну короче говоря накладка здесь вообще ни о чем скажем так этот нож заказать и выкинуть то есть внутри он будет собирать всякое говно это понятно вот этот интересно со временем не начнет ржаветь это даже по моему не алюминий да это обычная сталь сомневаюсь что это будет нержавейка ну как то так на подарок такой нож конечно можно заказать человеку если вы его очень сильно ненавидите вот уже он кусок отвалился то есть на морозе он просто развалится у вас вот такая вот ерундистика это нож даже не для машины для одноразового применения почти в поход и там его потерять ну просто чтобы был повод потом купить новый в общем как то так ссылка на данного продавца будет в описании не для того чтобы вы заказали себе или врагу данную игрушку для того чтобы вы случайно не купили себе такое такую вещь скажем так если ее можно назвать вещь ну а теперь всем пока кому было интересно подписывайся на канал ставь лайк либо дизлайк впереди нас ждет еще много разных вещей с алиэкспресс всем пока